ладно тогда все я начинаю переводить я смотрю большая часть людей уже есть так видишь как оживленно вам действительно нужно приехать и увидеть это тебя действительно нужно было приехать и увидеть это лично чтобы чтобы убедиться а да когда когда я она там кажется когда заполняет полоску и ты нажимаешь заряженную атаку она что-то там стоит и заряжает на месте и это благодаря твоим усилиям в иншу ну я просто делаю свою работу я должен быть тем кто благодарит тебя после всего без полуночных рейнджеров неутомимо охраняющих линию фронта речные игры были бы невозможны не будьте всегда таким напряженным там кстати олег там есть скажем так геймплейная фишка ты энкор нажимаешь заряжать скилл и переключаешься на другого перса он там будет стоять на месте и продолжать заряжать и потом бабахнет мне здесь понравились больше чем в геншине честно скажу визуально я имею ввиду визуально и вроде как скиллами даже интереснее они но я скажу так мне понравилось потому что он стилистически напоминает такого знаете как бы типа родина вот стиль боя оружием он такой напоминает какого-то родина вообще вот пол в а вот эти вот повадки меч как он меч сквадает и все вот это мне мне просто вот это вообще нравится я вообще люблю мечи как я уже много раз говорю моё любимое оружие это вот меч во всех играх я и люблю но азиатские азиатское оружие мне вообще нравится все абсолютно не будет всегда от не будьте до таким напряженным иногда нужно дать себе передышку Нехорошо заставлять себя слишком... Нехорошо перетруждать себя. Итак, как насчет того, чтобы выбрать мероприятие для участия? Вэньшу. Спасибо, но не надо меня подстрекать. Кстати, да, Сакура. И последний бой с боссом напоминает бой с Абхав 2 в конце. Привет, Винтед. Почему нет? Иди наслаждайся молодостью. Я бы поспешил зарегистрироваться, если бы был все еще молодой. Кирио, приятно видеть тебя здесь. О, я думал ты... О, я думал ты Ровер. Приятно встретиться. Я директор речных игр. Ты можешь звать меня Вэньшу. Спасибо за приглашение, Вэньшу. А, я чуть не уронил мяч на... Короче, я... Как говорится, оно там. Я съел... Как там есть выражение вот это русское? Типа, я съел что-то там, на этом деле. Как там говорится по-русски? Просто я по-английски понимаю, но по-русски не помню, как это... Скороговор... Это поговорка говорится. Я бы забыл разослать... Я... Я бы не забыл разослать эти приглашения без напоминания дзияния. Интересный Винтед. Особенно реализация сюжета. Серьги красивые, но я не знаю, насколько они практичные, Сакура. Такие серьги в бою. Не, Олег, я сегодня ходил на последний этаж вот этой вот начальной бездны, и там жесть какая-то происходит. Но я могу туда сходить, если я сюжетку закончу. Но там мазохизм тотальный. Пока персов не прокачаешь, я чувствую, туда можно даже не ссуваться. Не стоит об этом упоминать, Вэншун. Это первые речные игры за многие годы. И ты, должно быть, был занят разными делами. Я предлагаю лишь небольшую помощь, когда могу. Кирилл, сегодня медленный день. Сегодня спокойный день. Пожалуйста, сделай перерыв и повеселись. Единственное, знаете, что я не могу понять, какой именно английский они используют. Потому что вот сейчас было написано, что типа Today is slow day. То есть типа сегодня медленный день. Но, если дословно, если правильно перевести, то типа спокойный день. Теоретически, по-английски и британски, я думаю, будет peaceful day. Да, вот это, Олег. Скорее всего, это выражение, да. Но я не могу понять, какой язык они используют. Американский или английский. То есть английский, английский. Потому что в некоторых случаях есть такие выражения, которые я вообще ни разу не видел в жизни. Даже в Ханка Импакт ни разу не встречал я их. Ну, то есть, логически эти выражения, они понятны. Если, как бы, как сказать, если давно имеешь дело о переводе, то понимаешь. Но все же. Так, ты имеешь в виду, что я тоже могу участвовать? Конечно, игры на берегу реки Дзяньжоу, это событие, которое понравится всем. Мы всегда рады гостям принять... Мы всегда рады гостям, чтобы они приняли участие в играх. Может быть, Олег, но не знаю. Действительно, с нетерпением жду твоего выступления, Кири. Лишь несколько событий требует от участников быть резонаторами. Кроме этого, для любого события нет особых ограничений. Мы не проводили игры... Мы не проводили речные игры уже много лет. Несмотря на это, Дзянь до сих пор помнит правила лучше меня. Кто бы мог подумать? Во время подготовки я наткнулся на несколько фотографий с прошлых игр и сразу почувствовал прилив адреналина. Воспоминания о моей молодости. Жаль, что полуночные рейнджеры всегда на передовой, готовясь к чрезвычайным ситуациям. Речные игры, их единственный шанс расслабиться и развлечься. Они сейчас в Гонконге, Сакура. Когда ты игру запускаешь, написано, что... Написано Kuro Games, Hong Kong, LTD. Они до сих пор в Гонконге находятся. То есть, по сути, они китайская компания, но из-за того, что Гонконг это как автономная республика, скажем так. Ну, не республика, но скажем, что это автономная провинция, наверное. Может, кто лучше понимает, лучше объяснит. То есть, по сути, они как заграницы, можно сказать так. Типа Китай, но заграничный. Потому, мне кажется, у них чуть больше будет свобода в некоторых делах, мне кажется. Теоретически, винт в этих зверей можно будет превращаться и с помощью них передвигаться. Типа, каждый зверь будет давать тебе определенную способность для передвижения. Теоретически. Кирио, предлагаю поискать мероприятие, к которому можно присоединиться, если тебе интересно. Многие из них открыты для регистрации на месте. А теперь, если вы меня извините, мне нужно убедиться в безопасности окрестностей до начала забега. Вы можете проконсультироваться с Веншу, если вам понадобится какая-то помощь. Понятно. Желаю провести хорошо время. Ну ладно, я не для этого его пригласил. Я надеюсь, что он придет и расслабится, не найдя новое место для работы. С другой стороны, мы не могли довести ситуацию до конца. С другой стороны, без благоразумия Дзияния мы не смогли бы взять ситуацию на границах под контроль. Извини, я сбился с... Эстафета... Эстафета Гоупуф... Вот-вот, Гоупуф вот-вот начнется. И мне нужно выехать на место проведения. Если что-нибудь... Вдруг, если что-нибудь случится. Особенно те, кто еще разми... Особенно те, кто еще разминаются на запасной полосе. Предполагаю, они уже закончились. Они уже закончили разминаться. Кири, ты пойдешь со мной? Да, почему бы и нет. Джи-ян, Чарактер Стори. Так. Аск... Так. Да, в задании... В задании Дайн Слейфа мы узнаем прошлое Хаэнрии, вроде как. То, как... Эм... 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 Люмин и Дайн Слейф путешествовали вместе. И... Эм... Нам станет известно, что... Вот этот вот... Эм... Плетение Судьбы завершилось. Ну, не то чтобы плохо, потому что... Эм... Эм... Как человек, который не англоговорящий, мне как бы все равно. Я ошибки не замечаю, потому что... Английский не мой родной язык. Эм... Но... Есть... Эм... Некоторые проблемы в некоторых оборотах, по сути. Как... Как по мне. Ну, то есть... По ощущениям. Но... Многие говорят, что в ПГР тоже были ошибки у... Ура Геймс. О, все эти часы тренировок впустую. Мы обречены. Не сдавайся пока. У нас еще есть время до начала эстафеты. Линьяне. Эм... Ган Цюане. Что случилось? Эм... Привет... Здравствуйте. Привет, Вэн Шу. А это... Это Кирилл. Иде... Эм... Эм... Идеальная... Эм... Идеальная... Эм... Ты пришел вовремя. У нас сейчас небольшая... Эм... Ситуация. В чем дело? Двое наших товарищей по команде случайно поранились во время разминки. Рад, к счастью, оказались не такими уж серьезными. Но врач сказал, что в ближайшее время они не смогут участвовать в эстафете. Мы обратились в орг... 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 Организационный комитет. Ээээ... Сказали, что... Сказали, что... Сказали, что... Мы все еще можем участвовать с временными товарищами по команде. МПС тут все красивые, Сакура. Я уже несколько разных МПС видел, и все красиво сделаны. Даже... Даже отличаются по-своему. Друг от друга. Ну, есть много похожих, безусловно, потому что... Эээ... Чтоб сделать всех разных, это придется лишнее время потратить, по сути. Или использовать какой-нибудь инструмент для генерации внешнего вида МПС, например. Но... Достаточно красиво сделаны. Мне, на самом деле, больше всего нравятся пропорции. То есть пропорции больше на человека, например, это никакого картышку, блин. Но скоро начнется эстафета. Невозможно найти другого человека, который присоединится к нам. Не говоря уже о двух. Эээ... Сначала нашему капитану пришлось уйти из-за каких-то семейных обстоятельств. А теперь это. Эээ... Нам что? Стоит просто дождаться следующих речных игр. Кто его знает, когда это будет? Да? МПС? Реально? Что-то... Может быть, я... Может быть, я встречал, но сейчас не помню Сакура. Кстати говоря, Кирио, у тебя есть команда? Нет. Кирио также является резонатором. Он полностью квалифицирован для участия в эстафете... Эээ... Гаупа. И все же, это зависит от того, захочет ли он присоединиться к вам. Что за соревнование это такое? Эээ... Все просто. Четыре человека по очереди управляют гаупафом в эстафете. Побеждает команда, первая дошедшая до финала. А, звучит... Звучит интересно. Рассчитывайте на меня. Большое спасибо. Если мы сможем получить призовые деньги, мы обязательно разделим их с тобой. Это верно. Мы купим тебе лучше барбекю в Дзянчжоу. Это... Это... Ээээ... Эээ... Эээ... Это место всеобщий... Всеобщий... Ээээ... Поблема всеми, короче. Тогда вам не хватит всего одного человека для эстафеты. Я знаю хорошего кандидата на эту роль. Это тот же человек, о котором я думаю. Ээээ... Ээээ... Кто? Зыянь. Бинго! Эхе-хе. О, почему я не подумал о нем? А, ты серьезно? Генерал не выглядит так, как будто он бы... Он был бы заинтересован в подобных мероприятиях. Ну, ваш генерал это нечто большее, чем вы думаете. Это все, что я могу сказать. Что ты имеешь ввиду? Вместо того, чтобы задавать вопросы здесь, почему бы вам просто не пойти и не пригласить его? Мури. Мне не хватит смелости. Я пойду. Пригласите, пригласите, пригласи его сейчас. И, возможно, у тебя еще будет шанс привлечь его к участию. Не позволяй другим воспользоваться твоим шансом. Мы рассчитываем на тебя, Кирю. О, как... О, как юша. Вот, гадские покемоны. Ири, что ты здесь делаешь? Ты нашел какое-нибудь событие, которое тебя заинтересовало? Да, но... У нас появились некие проблемы. Что-то я с таким анимой не знаком, Винтед. Не смотрел. Беда. Если вам удобно... Если ты хочешь поделиться, расскажи мне об этой проблеме. Может быть, я смогу помочь. Кстати говоря, мне нужна твоя помощь. Итак, ты хочешь, чтобы я присоединился к эстафете в качестве твоего временного товарища по команде? Да. Что такое? Не переживай. Ключ к победе в эстафете во взаимопонимании, сотрудничестве и доверии между членами команды. Поверь, я верю, что ты можешь найти лучшего кандидата для своей команды. Что кандидатом не обязательно должен быть я. Но я действительно хочу, чтобы ты присоединился к нам. Присоединиться к вам. Понятно. Это может быть... Это может быть и весело. Но, учитывая, что мы никогда раньше не тренировались вместе, победить может оказаться непросто. Неважно. Мы временная команда в любом случае. Временная команда. С тобой все хорошо? Я в порядке. Спасибо, что спросил. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз слышал эту фразу. Действительно. Не нужно беспокоиться о конечном результате перед началом соревнования. Команда будет рада видеть тебя. Да. Понятно. Хорошо, я присоединюсь к вам. Я присоединюсь к тебе. Канкяк на отзывали. Кайси-жикан на ю дна. Зрители собираются вдоль дорожек. Гонка должна скоро начаться. Ну, честно, не знаю, Олег. Может быть и буду. Но я еще хочу перевести этот успеть. Два задания встреч, короче, этих. Там еще с этим, с танцором и с... Как его там? Блин. С танцором и с другим... Кажется, с таоисткой, кажется, если не ошибаюсь. И потом посмотрим. Может быть и сделаем. Давай присоединимся к нашим новым товарищам по команде. Что не так? Ничего. Возможно, это всего лишь мое воображение. Что за? А, все, понял, Сакура. Ну, кстати, прикольный у него пресс, блин. У этой. У местной Микасы. Ну да, нам еще чуть-чуть и на Туан. Через два обновления. Потому что 4.7 еще не начался, по сути. Тебе удалось позвать генерала? Кирилл, рассказал мне, что произошло. Я присоединяюсь к вам. Ну, так было, да, Олег. Ура, теперь мы можем присоединиться к гонке. Если на нашей стороне генерал Цзэянь и Кирю, возможно, мы даже сможем поставить новый рекорд. Но для того, чтобы устраивать вечеринку... Не для того, чтобы устраивать вечеринку, но как команда, которая появилась в последнюю минуту. Мы, вероятно, не побьем рекорд. Пока не... Пока не... Пока что. Извини, забудь об этом. Подождите, а какая... Какой рекорд? Десять лет назад... Десять лет назад команда установила рекорд в эстафете Гаупафф. Мой рекорд остается непобедим... Этот рекорд остается непобедимым по сей день. С тех пор, каждый раз, когда проводятся игры, главным вопросом является вопрос о том, будет ли побитый рекорд. А... Мне очень хотелось поучиться у них стратегии, но видео той гонки было позаимствовано и так и не возвращено. Вот облом. Они установили рекорд. Должно быть, они долго тренировались вместе. Но мы временная команда. Не смогли бы научиться в любом случае многому... Многому... Так быстро. Ну да. Сейчас мы ждем на Туана, а уже скоро будет Снежная, по сути. Держите подбородок поднятым. Ваш тяжелый труд окупится. Не говоря уже о том, что команда, о которой вы говорили, была временной командой тоже. Как неожиданно. Ух ты. Так даже генерал Зе Янь слышал об этой... Об этой гонке. Да. Это была хорошая гонка. Ну, прошло 10 лет. Интересно, как сейчас дела у этой команды? Нам бы в первую очередь о себе беспокоиться. Времени осталось не так уж и много. И мы даже еще не определились с порядком эстафеты. А, порядок эстафеты. Раньше его решал капитан. Тогда генерал, вы можете решить это за нас? Поскольку вы много тренировались вместе, я надеюсь, что вы сможете определить порядок лучше, чем я. Я с радостью буду сотрудничать вместе. Времени своих возможностей. Но, нам могут сделать Сакура... Могут сделать броню, но, когда она будет активировать, скажем так, свои силы Архонта, она может превратиться на что-то похожее на Ану Шаряк. Но царицей будет броня С большой вероятностью Практически 85% Хорошо, в таком случае Я думаю, Ган Цюань Был бы идеален В качестве первого бегуна Я? Серьезно? На наших тренировках Ты всегда бежал первым Конечно, ты будешь Ты будешь начинать Первому бегуну не нужно Координировать свои действия С нами двумя Ему нужно только поменять Контроль с Поменять контроллер С Линьяном Это Это безопасное Распределение Я сделаю все возможное Что касается Генерала Дзияния и Кирю Я думаю Потому что Коколия Уже ласты склеила Нынешняя царица Вторая по счету А Коколия была первой И облик Коколии Это Нынешняя царица Облик Коколии Даровала Сеньоре То есть Сеньору мы до сих пор и не видели Как таково Реальную Сеньору я имею ввиду Разумная стратегия Тогда в порядке Стафеты Буду первым я За ним Линьян Затем Генерал Дзиянь И последним Кирю Кирю Это твой первый забег И ты как последний участник Возможно Уделяешь Много внимания Пожалуйста Сохраняй Спокойствие И расфапся Так Бабочки Летают у меня В желтки Но мы с ними Не разберемся Мы скорее всего С ними подружимся Возможно Даже Одним из предвестников Мы можем Стать Типа Мы были Этими Временным Рыцарем Ордов Абонис Или как это там Называлось Вот мы Возможно Будем Как называется Вне штатными Членами Фатуй Каким Небудь там Номером 10 Или еще Что-нибудь Как только Я приеду В зону Обмена Иди К цели И не оглядывайся Назад Я позаботюсь Об остальном Короче Как Оля Она С тюрьменность Из-за того Что она Подставила Отца Отца Мэй Она Его Обвинила В Как называется Ну типа Что он там Деньги воровал И все такое В махинациях Во всяких Короче Она его Обвинила Ну не обвинила Она все Подстроила Таким образом Чтобы Чтобы Отец Мэй Стал Виновным И за Ну за это Его посадили Короче А как Оля Тем не менее Она под свои руки Под Подгребла Скажем так Этого Компанию Вот этот Вот Мэй Как называлась Мэйкорп Кажется Называлась Я сейчас не помню Как она называлась Эта компания И по сути Ей это нужно было Чтобы создать Этого Блин Как робот Этот назывался Блин Короче Я не помню Но там Этот робот Где-то В четвертой В третьей Голове Где-то Кажется Фигурирует За бог Он называется Так Как только Я приеду Так Это уже было Другие вопросы Да У нашей команды Пока нет названия Раз уж Кирюс Обрал эту команду Возможно Нам стоит Позволить Ему Определиться С именем Тим Пауэр 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 Гирус Вроде как Не мертва Сакура Вроде бы Как она В тюрьме Но тут Я честно Не помню Сейчас Учитывая Твой характер Я ожидал Чего-то Другого Тем не менее Это хорошее Имя У меня Нет возражений Так Имя Установилось Итак Мы решили С названием Всем Пожалуйста Будьте готовы В назначенных Для вас Зонах Обмена Мы Сможем Оставаться На связи Через наши Терминалы Как только Гонка Начнется Да Ну Вэлт Он же Типа Мир Ну да Он Гуманный И Именно Этот момент Отделяет Антиэтропию И Шексал По сути Потому что Отто Любой ценой Достигнет Своих целей А Антиэтропия Сделает Все Лишь бы Сократить Сократить Человеческие Потери Так Так Это Что Так Так Это Что Понятно Понятно Гамбаре 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 Сэээмпай Гамбаре Гамбаре Сээмпай Хора Да, не с рыбами, а на рыбах Партипейшен из ки Участие я ключ Так, Кирилл, ты в порядке? Типа, не, я не в порядке Я в порядке, да 100% в порядке Это какой-то обычай в Гонконге Когда тебе говорят, да, надо головой махать Но Съедобными они выглядят Вопрос, можно ли Было бы логично их есть, это уже другой вопрос Так, ура Ну, можно было бы Сашими сделать из них, наверное Мне жаль за то, что только что произошло Ты почти дошел до финиша А потом Я рад, что все в порядке Кирилл, ты раньше не замечал ничего необычного? Кажется, я что-то почувствовал Точнее, кажется, я что-то услышал Незнакомый голос ненадолго прервал канал нашей команды Веншу, давай сейчас эвакуируем зрителей Отправь их обратно в город Небольшими группами Я понимаю, но большинство команд ждут начала гонки А это наши первые речные игры за многие годы Досрочное завершение может испортить ситуацию И их веселье Голос, о котором вы упомянули Может быть, это аплодирующие наши зрители? А, ты имеешь в виду эту Камелию? Камелия Это прям вот фан-сервис Которого в Геншине, наверное, не хватает Камелия Момент с Камелией и момент с Эм С Энкор Как по мне был Как изюминкой в этом Изюминкой В этой сюжетке, как по мне Особенно с Камелией Когда Кири предложил мне объединиться с ними Я услышал нечто похожее за гоночной За гоночной трассой Я запросил Академии записи данных Мониторинга Всех близлежащих Водных путей В целях обеспечения Мер безопасности Но Из того, что я Играю мужским персонажем Я не заметил флирта Хотя, может быть, если выбрать Девушку То, может быть, там такое есть И лично я не заметил Я понимаю Я думал Глупав Просто Испугались Есть, но Там недостаточно Кавайности Точнее, недостаточно Ее делают Красивой Но не хватает Именно Как бы сказать Визуализации не хватает Да Она там, типа, красиво говорит Вот это Как маленький ребенок, типа, говорит Там Некоторые моменты с действиями Но тут именно визуализация Была классной Как по мне Да? Что-то я не заметил Чтоб он мне такое говорил, Олег Кто-то, я думаю Вадос его ненавидит Вот Наверное, из этого момента Вадос его ненавидит Но Хочу сказать, что Хоть Хоть диалоги, как таково Не влияют на Основной сюжет Но В зависимости От того, как ты Разговариваешь С NPC Будет немножко Меняться Структура Диалога В конечном итоге Это никак не повлияет Но Но Немножко Будет, как бы сказать Разница В диалоге Скажем так Возможно Существует Основная причина Такого необычного Поведения Для Ему это Ему это очень Не понравилось Теперь другие люди Хотят дать Этому Теперь Другие люди Хотят попробовать Тоже Они Все Кажутся Очень Взволнованными Думаю Потребуется Некоторое время Чтобы эвакуировать Их Ну Клоном Я бы не назвал Вдохновлялись Они Геншином Да Но Это не клон Да Ну Я в реверс Не играл Олег Потому сказать Не могу Но Мне Стилистически Как бы сказать Идея И Как это Назово Как бы так сказать Ядро Ядро Лора Наверное Лорная Идея Мне понравилась Вузерингвейв Ну Вот это Вот С С полями Тишины С Обратным Дождем Мне понравилось Как они это Задумали Осталось только Понять Что там за Богиня Была В начале В начале Игры Пусть этот Человек Уйдет Первым А остальные Последуют За ним Веншу Я иду С тобой Есть Есть что-то С чем Я могу Помочь Конечно Ровер Многие Тебя Уважают Если Ты Готов Помочь Нам Успокоить Людей Это Наверняка Облегчит Задачу Без проблем Я Помогу Спасибо Черные Берега Знают О богине Наверное Скорее всего Из-за Того Что Наш Герой Уже Проздался На черных Берегах Однажды Потому Скорее всего От него Они Знают Про нее Сэр Пожалуйста Успокойтесь И перестаньте Говорить О поездке На Галпаф Говорить О Езде На Галпафах Но Это Было Весело Можно ли Посмотреть На вашу Руку Что Что Такое Ничего Особенного Ничего Серьезного Мне Просто Нужно Кое Что Подтвердить Как Я и Думал Когда Я Пострадал Когда Я Ранил Когда Меня Ранили Я Даже Не Почувствовал Адреналин От волнения Возможно Ослабил Твое Чувство К боли Однако Твоя Нервная Реакция Выдает Твое Состояние Твоя Правая Рука Непроизвольно Тряслась Вероятно Потому Что Рана Затянулась Потому Что Рана Затянулась Твоя Правая Рука Непроизвольно Тряслась Вероятно Потому Что Рана Осталась Без Лечения К счастью Это Не Из-за Гаупафов Пожалуйста Возьми Это Чтобы Облегчить Боль На данный Момент Ну Не знаю Сакура Что-то Наверное Не хотят Этим Сказать Хорошо Хорошо Теперь Ты Успокоился Мне Жаль Я Немного Увлекся Еще Раз Извините За Беспокойство За Вызванное Беспокойство О Мартефи Кирио Хотелось бы Увидеть тебя Кирио Удивительно Видеть тебя Здесь А Ты имеешь Ввиду Туш Сакура Ты за Туш Имеешь Ввиду Мы С Заянием Вместе Присоединились К Эстафите Я Не хочу Порчить Вам Удовольствие Но Боюсь Нам Придется Приостановить Гонки На данный Момент Можешь Ли Ты Предоставить Нам Данные Я Проверил Данные Мониторинга Как Выпросили И Обнаружил Необычное Колебание Вблизи Верхних Вот На Севере Резонансный Маяк Работает Нормально Но Мы До Сих Пор Не Знаем Почему На Этот Раз Он Не Выдает Предупреждение Я Расследую Это Дальше Более Более Я Проведу Расследование Чуть Позже Так Это Как-то Связано Со Странным Поведением Каупафов Животные Часто Первыми Замечают Признаки Опасности В этом Отношении Тишина Раздора Похожа На Животных Они Очень Чувствительны К Любым Изменениям Часто В Окружающей Среде Вот Почему Эти Гаупафы Пошли На Перекосяк Я Предполагаю Именно Поэтому Ты Попросил Меня Провести Данные Мониторинга Проверить Данные Мониторинга На Предмет Данные Мониторинга Для Тебя Да Выбор Время Для этого Изменения Вызывает Беспокойство Почему Это Произошло Именно Во время Речных Игр Возможно Частота Проведения Речных Игр С чем-то Перекликается В верхних Водах Пойдем Пойдем И проверим Верхнее Течение Верхнее Течение Да Вперед Отсутствие Заметных Предупреждающих Знаков Обычно Предполагает Неизвестные Риски Заянь Кири Берегите Себя Заказа Иди сюда Мне мяса Не хватает Теперь Есть Мясо Кстати Тут Есть Такая Штука Когда Эта Птица Улетает Если Под Ней А Не Здесь Не Было Короче Под Этими Птицами Перья Остаются Это Баттл Паст Что-то Это Что А Понятно Так Так Где там У Верина Вери Вери Верина О Почти Почти Пятьдесятая Тоже Класс Останется Только оружие Подкачать А Ладно Тут Короче Олег Ты уже Начал Одевать Свою Верину Смотри У меня Есть Так Скажем Так Дилемма Смотри, у меня есть вот это вот оружие Вот это Хвост кометы Вот эта вот штука Как она там называется Каталист, или как она там называется Как это она, короче, называется Это оружие вот дает силу атаки Но вторым статом дает хп И вторичный баф Бафает силу атаки А, нет Бафает силу исцеления Моя дилемма заключается в том Что не будет ли лучше Поставить на нее вот это Эта штука увеличивает Атаку То есть атаку-атаку два раза И Когда используешь интро Сила атаки тоже увеличивается Почему, скажем так Блин В чем моя дилемма В том, что У нее У нее хил скалируется От силу атаки От силу атаки у нее скалируется, Олег Но Вот я сейчас использовал Настолько же хилен, как и со вторым До этого Брата хентайщика Высматривает, Олег Ой, Олег Винтед Брата хентайщика Ищет Где он находится Олег Олег Огинаре но хочу хилит больше олег хилит больше чё чё за чё за мясо хотя ладно раз мы уже здесь тут еще надо выбирать куда ставить нифига себе с атакой оригинальной энергии это которая не вот это суть а нет а вот это вот они вот это такой а нет а ты между 4 звездочная тоже и фиолетовая короче а вот это вот это вот штука улетная мне мне понравится нам все равно по пути сейчас я ее сделаю летали уже на вот этой вот штуки я сейчас сюжетку сделаю и был в кого в кого в кого печь чем быть поделаем водос мне больше интересует почему она атакует дальнобойных тех кто вдали находятся они и 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 Бобиас, ты что-то делаешь. А, не взял. Да, взял. Да. Эта фигня на самом деле немножко безобразия, я бы сказал. По той причине, что она, что эта фигня двигается постоянно оттуда-сюда. В смысле, а что я не взял? А что я не взял? Что за... Фига, меня еще тут обстреливают. Фига, меня еще тут обстреливают. Фига, меня еще тут обстреливают. Это... Это... Ладно. Идем дальше сюжет. Я... Тут какой-то бах есть. Когда прыгаешь, он не прыгает вперед. Просто тупо вверх. Так, ладно. Побежали. В смысле? Механика с натвания... В натвании будет похожа на это. Вряд ли она будет похожа на это. Вообще the... Вот случилось. Вот шутку. Ок... Кази-но-но- violet. скажу знаешь чем проблема олег нету 4 нету четырехзвездочного эхо на данный момент грузит а в каком смысле от загрузки или или патч долго скачивали типа типа зависла загрузка что ли ты мишину а медленно а подожди олег ты посмотри то может быть тебя две игры одновременно загрузила у меня после у меня после последнего патча которые не запустили у меня три игры одновременно запускается мне приходится две закрытия и одну оставить но смысле лишние закрыть посмотри вдруг это из-за этого так куда нам идти то фига блин куда сигнал вообще-то ведет ничего не пойму кстати вот эти толстые я чувствую что если их в зерк они будут в местной песне в башне короче а мы с ними нам учимся еще и не один раз еще один пазл это что такое вообще за пазл то а 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 где... Сейчас покажу. Я вот этого... У меня четверки нету. Нету... Из хилл сета четверки нету, Олег. В этом вся проблема. Хилл четверки нету. Пока что. Как минимум, как я понял. Потому что босс, который я предполагал, он будет четверкой нужной. Он оказался из другого сета. Там есть сеты на восстановление энергии и бафы команды, типа. И... Оказалось, что... Ну, то есть, это не... А с кого ты выбил, Олег? Подскажи тогда. Потому что я искал-искал и не смог найти. Давайте-давайте. Что эти бомбесы делают? Не подходите ближе. Выглядит крипово. А где ты нашел черепаху-четверку, Олег? А где ты нашел черепах? А где мы нашел черепаху-четверки? Олег. Да у лаяц был между ним есть нация. Пока. А где ты... Винтер? У меня почти 13 уровень водос Давайте поучаствуем вместе Помогите мне, помогите Этот голос доносится отсюда Я не хочу Возможно он пытается нам что-то сказать, нам нужно расшифровать сообщение как-нибудь А, там в начале? Попробуй, надо будет попробовать А у тебя тыква какого уровня, Олег? Ну, до какого уровня ты тыкву прокачал уже? А, у меня почти 13-ая, мне чуть-чуть не хватает до 13-ой Попробуй я тогда до 13-ой вкачать и пойти тоже выбью туда я эту... Черепаху Вам стоит расслабиться Выходные, кто знает, когда будут следующие Поехали, давайте, давай идем Тишина раздора, они не будут... Нет, я собираюсь, я не могу... Помочь Этот голос, они... Это приветствия во время речных игр, смешанные с криками о помощи Возможно в этом месте застряли какие-то люди, а может... В любом случае мы должны это выяснить Разве щит или... Вроде бы ж хилит, Олег Разве черепаха не хилит, когда ты ее скилл используешь? Так Эхо прошлого Как говорится, на удивление неожиданно, Олег Это город Джинзоу? Джинзоу? Да и нет Технически это точная копия города, состоящая из остатка чистоты Реплика Проще говоря, это иллюзия, созданная из воспоминаний Воспоминаний Ученые называли бы это звуковая сфера Окружающая среда здесь постоянно меняется Один неверный шаг, и вы можете... И вы можете упасть Провалиться, короче Оставайся рядом со мной Это те люди, которых мы видели раньше? Да, Водос Пространственная аномалия, по сути, реально Бездушные оконы Давай продолжим дыкаться Какой? Подожди, сейчас Сейчас Здесь, что ли, вот это? Озеро посередине колокол К нему пойдешь и... А, так это черепаха Я думал... Я думал это колокол Потом я к этой штуке не ходил еще ни разу Ну, теперь буду знать О, хорошо, Олег А то я гол... Я ломал голову Где же мне четверку Драхилера добыть? Теперь буду знать, спасибо Я что-то на самом деле И не подумал туда пойти Потому что смотрю Какой-то колокол, думаю Какой колокол вряд ли будет Драхилера А тут, смотри, оказалось Ну, давай же Вы серьезно ожидаете Командной работы Среди членов Временной команды? Неодевительно, что они Допустили ошибку Как жаль Так, временная команда Которая... Они говорят о нас Это временная команда Десятилетней давности У вас все в порядке? Дзэнь Я в порядке Это верно Некоторые воспоминания По предложению Мортифи Эта сфера Звуковая сфера Была резонирована Эта звуковая сфера Резонировала С частотами Речных игр И это привело К аномальным колебаниям Которые мы обнаружили ранее Не Елена Вряд ли Я три основных состава Не собрал Я ГГ до 50-го Только прокачал уровня Но И мне еще нужно Эти Выбивать Эхо еще Нормальные выбить Дзэяня Докачал до 50-го Верину И Кальчара А так По сути По сути у меня Наверное Одна есть Но она Еще не годная По сути Потому что нужно Эхо одевать И оружие прокачивать Че? Это че за Крепота тут? Эй смотри Разве это не Временная команда? Их последний бегун На самом деле На самом деле Их не бегун Вырвается вперед Генерал Хороший Елена Советую Выбивать Даже Ну в смысле Тестировать надо Но он Достаточно хороший Он еще своими атаками Мелких врагов В кучу собирает То есть по сути В плане как Сбора Сбора Врагов В кучу Он С этой задачей Справляется Плюс у него Ну то есть Он полностью ДД То есть У него там Крит шанс 15% Бафается Когда он в бой Вступает Использует Интро И Что еще там Ну под ультой Он естественно Урона много Наносит Он В режим Вот этого ДД Переходит Скажем так Тотального Что это такое Тишина раздора Осторожно Вот смотри Я тебе покажу Чтоб ты понимала Елена Смотри Крит шанс У меня вообще Никакой И крит Урон Стандартный 50% Оружие Вот у меня Уже до 50 уровня Докачано Ну то есть На данный момент Это максимально И Вот Эхо Которое у меня На нем Стоят Но я На них Я сейчас Их Посмотреть Не могу Мне не дает Потому что Я в этом Подземелье Но Вот они И Вот смотри Что там Так Значит Эти зрители Были Тишиной раздора Тоже Похоже Мы играем В игру Имитации Это Это всего лишь Пустые Коконы Не имеет Значения Насколько Живыми Они Себя Показывают Но Но почему Они Реагируют На Речные Игры Десятилетней Давности Я думаю Что это Как-то Свяжен Все это У меня Такое Ощущение Что Все это Связано С Временной Командой Я редко Упоминаю Об этом Но Десять Лет Назад Я был Частью Этого Этой Временной Команды Тогда Это Звучит Довольно Знакомо Привет Шаверма Это Кокон На Э Это Кокол На Э Сквера Что-то Э Что-то Не так Не волнуйся Я здесь С тобой Пойдем Посмотрим Сами Пойдем Посмотрим Что там Что там Че Че там Но Там же Там В Питере Там же Шаверма Говорят Вроде По крайней мере Где я жил Говорили Шаверма Когда я Этот Когда я Уральских пельменей Смотрю Там Постоянно Говорят Шаверма Так Они Есть Тишина Раздора Держись Уближе Их Ага Блин Эти монстры Они Становятся Будь внимательна Не сдавайся Помоги Помоги Мне Тишина Раздора Кири Но Это не Хи Это Елена Тут Смотри Я тебе Ну По сути Как бы так Тебе сказать Каждый Персонаж В своем Времени Короче Скажем так В патче 1.5 Условно Это условно Я тебе говорю Чтоб ты поняла Скажем так Через 5 патчей Выйдет Условно Новый Персонаж Анема И возможно Он будет Сильнее Чем Дзеянь Сильнее Может быть И нет А удобней И Вполне Это Вполне Нормально В начале Игры Делюк Когда появился Он был Достаточно Сильный И мощный Потом Появилась Кутау Которая Стала В разы Мощнее В разы Ну Не то Чтобы Удобнее Но Урона Она больше Наносила Но Делюка Если правильно Одеть Он тоже Сильный Так и Здесь Если Ты хорошо Оденешь Своего Дзеяния Он тебе Будет Долго Еще Служить Скажем так Но Это Вполне Нормально Это Нормально Что Появится Персонаж Который Или Сильнее Или Удобнее Это Нормально И Если Ты Сейчас Собираешься Его пропустить И Ждать Условно Скажем так Какого Кого-то Сильнее А когда Это Будет Неизвестно Так что Тут Тебе Самое Решать Нравится Он тебе Или Нет А так Хейтят Все подряд В геншине В геншине Такого Целая куча Когда Казуха Когда Казуху Собирались Выпустить Его Хейтили Говорили Фу Пешнаж А теперь Оказывается Это Самый Лучший Саппорт В игре И Лучше Пока Что Ну То Что Он Позволяет Делать И давать Лучше У него Нету Когда Выпускали Эту Как Блин Когда Ида Выходил Тоже Тоже Говорили Что Фиговый Пешенаж Типа Но Оказалось Что Среди То Что он Делает Он Делал ДД Он Идеальный В своей Роли Скажем так Ну Пока Не вышла Навия Например Хотя Навия Вот вышел Аж 4.0 А Через Два Обновления Целых Так Что Это нормально В игре Сервисе Что Какой Нибудь Игренаж В будущем Будет Сильнее Чем Тот Который Сейчас Есть Вон В Star Rail Был Этот Шкет Как его Там Звали Забыл Короче Как его Зовут Но На Старте Игры В Star Rail Был Шкет Олег Может Скажет Я забыл Как его Зовут Короче Он На старте Он был Хороший Нормально Урон Наносил Но Потом Вышла Цзинлю И Стала В разы Намного Сильнее И лучше Него Но Это Вполне Нормально По сути Не Не Арван Этот Крио Этот Песнаж Мел Которого Все Попускают На Сен Джоу Откуда же Берутся Эти Голоса 10 лет Назад Вскоре После Завершения Предыдущих Речных Игр Внезапная Вспышка Тишины Раздора Поразила Высокогорье Десрок А Так Эти Голоса Из Прошлой Битвы Да Полночные Рейнджеры Были Вынуждены Отправить Своих Последних Рекрутов На Передовую Из-за Безотложной Ситуации Битва Унесла Бесчисленное Количество Жизней Наша Победа Была Омрачена Неизмеримой Потери Ваши Временные Товарищи По команде Они И Они Были Не единственными Кто погиб В Высокогорье Десрок Эта Сфера Сонора Вероятно Состоит Из Эта Сфера Эта Звуковая Сфера Вероятно Состоит Из Реверберации Которые Они Оставили Позади Ян Цинь Даво Владос Как Тишина Раздора Приобрела Их Сознание Короче Откуда Тишина Раздора Получила Доступ К их Сознанию Когда Тишина Раздора Поглотила Частоты Павших Солдат Они Убедились Что Это Те Солдаты Которыми Они Которыми Они Пировали Теперь Они Просто Воспроизводят То Что Произошло В Их Воспоминаниях Которые Да, а мне светлый больше нравится, Олег. Ну, в смысле нравится? У меня просто светлый лучше одет, чем темный. И вот эта штука с заменой персонажа туда-сюда, что-то мне не прикалывает. Придется каждый раз туда-сюда гонять эти эхо. Да, тишина раздора сливается воедино. Если мы позволим этому произойти, это подставит под угрозу жизни еще большего количества мирных жителей. Погибшие солдаты привели нас сюда, чтобы остановить их. Похоже, что так и есть. Это от звон. Должно быть, они указывают нам путь. Вперед. Крыло, да, согласен. Напоминает папштаба ангела. Мне тоже крыло. Момент с крылом мне тоже понравился, Олег. И когда ты заряженную атаку используешь, он косу достает. Вот. Тоже прикольно. Как по мне. Так, надо будет вот эту фигню зафармить где-то. Так. Звон все... Слышим все... Все, все, чище, чище. Так, дискорд шутбе, воровало. Так, тишина раздора должна понять, что мы прибыли. Держись, держись. Скоро будет бой. Скоро наступит, настанет, начнется бой. Так. Кстати, вы заметили, что за выполнение ежедневных заданий нам дают... Нам дают эти эхо тоже. Мне сегодня выпало, кстати, фиолетовое эхо трехзвездочное. Фирмовое, конечно, но выпало. И за выполнение... И, кстати, в магазине башни можно купить пятизвезд... Этот... Оранжевое эхо, это легендарное. Ну, пятизвездочное, наверное. Можно так сказать. Так, как же они узнали, что случилось пять лет тому... Десять лет тому назад, да. Короче, сейчас Дзе Янь говорит, что... Как таково, вот этот вот эффект тишменной раздора активировался. Из-за того, что были... Из-за того, что повторились те же самые происшествия, что и произошли десять лет назад. Кто-то пригласил членов команды, чтобы создать временную команду. И потому, и вот эта тишина раздора пробудилась, типа. Ну, вот этот вот эхо, или как оно... Вот эта... Эээээээ... Сонорная вот эта, как она... Сфера... Ээээ... Сонорная сфера вот эта. А кто это феню хилит? Эта феня что, хилить умеет, что ли? все в этой пене в водос сейчас покажу башня противостояния наверное не знаю вот это вот здесь в магазине за вот эту фигню можно купить пятизвездочного но только это фигню еще надо нафармить для начала тяга жирный блин как же меня задолбали вот эти вот мелкие капец сначала нужно эту мелкотню раздолбать а потом капец наказать 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 и и и и Окинарус Капец Сука это Ну пока что Я пока что проблем Особых не вижу Не нашел пока не менее Чтобы ей пользоваться этой картой Офигеть Это что такое вообще Так Колокол впереди Так это впереди Нел Сквер Прод И кимошелка Йооо Это что такое вообще Ля-ля Ля-ля Это типа ретрактивный дождь Снова или что Прыгать вниз Ну давай Фига себе Че? Это Это все Тишина раздора Невозможно Что они делают? Они воспроизводят наш первый урок для новобранцев На чем этот урок? Во время своего первого урока Новобранцы должны почтить память павших солдат На Неллсквере Мы обязаны сделать это Прежде чем нас допустят на поле боя Его значение Ускользает от большинства из нас Во время первоначального обучения Включая меня Включая меня До того дня После сражения Высокогорье Дезрок Да, я Да, я не присутствовал на панихите в тот день Но именно тогда я наконец Понял Неллсквер Это место Где наша карьера солдат Начинается И заканчивается Эти монстры Никогда не осознают Тяжести своих жертв Джи Ян Давай попрощаемся с ними В последний раз Дзи Ян Помогите Помогите Нет Уйдите Ого Тут поле тишины Че? Ааа Сейчас пробудется новый этот Тишина раздорванного Этот Тренадиан Во Ааа Это этот Этот молниеносный балбес Продолжение следует... 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 О, сундук. Ик-оу! Зжинзоу! Так. Чё, всё? А, чё ты? Мартифи. Сейчас мы больше не наблюдаем каких-либо необычных колебаний. Хорошая работа. Вы должны были успешно предотвратить потенциальную вспышку тишины раздора. По вашей просьбе я сравнил колебания с колебаниями предыдущих вспышек. И я заметил некоторые сходки. Спасибо, Мартифи. Я ещё не... Я ещё не закончил. Поблагодарите меня позже, если понадобится. Хотя есть некоторые сходства. Они не идентичны. Я не эксперт в этой области и пока не могу дать вам окончательный вывод. Это образец частоты, который я записал. Выборка частоты со сфер... Сонора сферы. Я передам её коллеге. С ней всё... Она в хороших руках. Твоя коллега? Это кто-то, кого вы знаете в Байджи. Она специализируется на эко-акустических исследованиях. А сфера её знаний сферы Сонора. Да. Что бы вы ни делали, пожалуйста, берегите... Берегите это. Что... Теперь ты мне не доверяешь? Я доверяю тебе, как всегда, Мартефи. Но этот образец... Этот... Но этот образец... Этот... Он много значит для меня. Будьте уверены, вы бы знали, как бережно мы относимся к нашим образцам. Тем более, к таким ценам. Это должно стать... Оно должно стать нашим тревожным зоноком. Феномены изношенных волн... Это нечто большее... Сложное... Чем мы думали. Это тревожный зонок, и он тоже может содержать ответы, которые мы получили. Которые мы получим. Кстати, ребята, из... Из личных игр искали тебя, Дзиянь. И реально хотели обсудить проведение мероприятия позже. Конечно, я поговорю с ними, как только здесь всё уладится. А теперь, если больше ничего нет, я возвращаюсь в свою лабораторию. До встречи. Кирио, мне нужно кое-что... Кое-что посетить. Не мог бы ты пойти со мной? Конечно. Пойдём. Спасибо. Я хочу сначала кое-что... Кое-что забрать. Увидимся в Нелл Сквере. Увидимся в Нелл Сквере. Пойдём. Блин, куда тут идти-то? Блин, я вообще правильно иду? Блин, куда тут идти-то? Блин, я вообще правильно иду? А-а-а. Ладно. Заодно телепорт откроем. Так, сюда. Теперь вниз, похоже. Так, и тут самое главное где-то... Вон он, телепорт как раз. Зонгие. Ну и имя. Сейчас я готовлю этот телепорт. Игла. Ой, я уже дот с восьмой, я и не заметил. Неплохо. А-а-а. Ты аж до второй добрался? Ничего себе, Олег. Ты имеешь ввиду в стабильной зоне или в какой? Меня этот... На последнем этаже в стабильной зоне выносит с одного тучка этот... Громадный этот... Вот эта тишина раздора, вот эта гигантская которая. Зеянь. А-а-а. Зеянь. Да. Зеянья. Зеянь. Сегодня я... Хочу кое-что сделать с тобой. Э-э... И это семя. Что за семя? Это семя выносливого цветка, который я попросил Академию помочь мне вывезти много лет назад. Это ты посадил эти цветы здесь? Отсюда ты можешь увидеть весь город Цзинчжоу. Я думал, те, кто погиб за Цзинчжоу, заходят посмотреть, как дела тут. Этот цветок, мы называем его Эмортия. Эмортия, какое интересное название. Да. Да, это слово означает как отправление, так и возвращение. Так. Чтобы ушедшие солдаты однажды могли вернуться домой. Да, я знаю, что мы ничего не можем сделать, чтобы вернуть их. Но для того, чтобы мы все еще были живы, нам нужно что-то подобное, за что можно было бы держаться. Да. С Галевом самая главная проблема, что пока ты мелких бьешь, он тебя со спины может атаковать. Спасибо, Кирио, что наконец-то принес им мир. Теперь они не... Теперь они не... Теперь... Теперь им не придется продолжать бороться. И именно поэтому я считаю, что именно ты должен посадить это семя здесь. Я думаю, урон, Олег. Потому что уворачиваться можно сколько угодно, но ты зачастую... Ты все равно удар какой-нибудь пропускаешь. Мне кажется, урон нужно понизить. ХП... Ну, ХП... Такое дело, как бы... Почти во всех играх, чтобы усложнить геймплей, просто ХП врагам повышают и силу атаки. Но я думаю, им просто силу атаки надо понизить. Теперь Зянчжоу в безопасности. На данный момент мы предотвратили одну вспышку. Но во тьме по-прежнему скрывается более серьезная опасность. Нам о ней катастрофически не хватает знаний. Я должен действовать, чтобы предотвратить новые смерти. Кирио, у меня еще одна просьба. Если однажды я погибну в бою и не смогу вернуться домой, не мог бы ты посадить для меня один из этих цветков? Обещаю. Я не позволю тебе умереть. Спасибо, Кирио. Кирио, я слышал, ты вернулся в город с генералом. А, 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 какое облегчение. Я безумно рад узнать, услышать я твой голос. Есть кое-что, что я забуду тебе дать. Давай встретимся где-нибудь, когда у нас будет время. В смысле, Вадос? Ты шо, уже прошел бездну, что ли? Или чо? Ты шо, уже прошел бездну. Зинь джан джунь джинь Зинь джан джунь Привет, Кирилл Ты видишь этих рыб? Они выглядят такими счастливыми в безопасности своего рода Счастье и безопасность часто обходятся дорого, будь то рыбы или люди Если мы не ощущаем тяжести этой цены, то это сделает кто-то другой Что случилось с временной командой 10 лет тому назад? И лет назад, как летит это время? Я координировал речные игры, которые каждый год В тот день соревновались десятки команд, и гонка продолжалась до полудня Закат был таким красивым, как тот, который мы видели сейчас Но было так тепло и так спокойно Эта команда была собрана в последнюю минуту, и никто не думал, что они смогут победить Они даже столкнулись во время своего первого обмена Они даже столкнулись во время своего первого обмена Но затем команда удивила всех своим финальным результатом Экспертное управление Галь Пафом и победный финиш Это была настоящая гонка, которую стоит запомнить Они, наверное, были очень рады победе Да, я до сих пор помню, как взволнованно выглядели эти дети Точно так же, как ты выглядел на этой фотографии Это групповое фото? Мы волновались Мы не собирались фотографировать вас всех вместе К счастью, фотографу удалось запечатлеть эту команду Спасибо Я должен поблагодарить тебя за то, что ты собрал эту команду, Кирин Я планирую поговорить с Дзеянием о проведении личных игр в другой раз Если всё пойдёт хорошо, присоединяйся к нам Если всё пойдёт хорошо, присоединяйся к нам Так Temporary Чё? Мне что-то дали? Как я понял Поехали 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 Поехали